У нас получится вот для этого оператора, для этого оператора разодвижения, вот такую сумму по 1 векторам D1, D2, D2. Подействуем, подействуем вот этим градиентом на плоскую волну. Ну, это нам даст H2, A2, 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 A2. Так, значит, A крест K1, A2. Ну, и на мой экспонент E, I, K2, A1, A1. Вот мы подставили возложение операторов. Теперь вспомним, что, конечно, вот если мы можем взять интеграл, 1 на V, D, E, I, K2-K1, R нам даст дельта символ K1, K2. Ну, при совпадении это просто единица, и ноль, и да, иди, и индексы не совпадают. Поэтому, в результате взятия интеграла МР и появления дельта символа, у нас остается сумма по АК. Ну, давайте теперь обозначим интеграла МР и просто АК. Ну, и давайте вот эту круглую скобку просто обозначать кинетическую энергию свободного электрона. Кинетическая энергия свободного электрона, отсчитанная только в эфире. Вот мы записали гометриарные взаимодействующие частиц в представлении вторичного квантования, а потом пришли в представлении чисел дополнения. Ну, а теперь вычислим операторов поля частиц, в гайзинбергусском представлении. То есть нам надо найти Си Р От Т Значит, мы знаем вот разложение в шагерном гайзинбергусском представлении, в явном виде. Ну, для этого сделаем следующую вещь. Давайте используем уловнение движения для этого оператора. То есть, что это значит? Давайте продифференцируем оператор по времени. И Т ФИ Т О Т О О Т О Т Е И А Н 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 В Н Н Н М Н Н Н Н Н М к коммутатору. Поскольку обкладки здесь у оператора по измеренностям в представлении содержат ИН0-0, то обкладки операторные коммунитивы с вот этими операторными комиссионными это можно еще предписать так. Результат будет еще так. То есть надо взять коммутатор операторов в Шевергеновском представлении и зажать между обкладками. Ну давайте вот выполним в явном виде вот эту операцию про миграции. Чтобы сосчитать. Так, делаю, может быть, лишние подробности, но пригодится вам. Так, значит, прежде всего вот этой части. Сумма ПК, ЭПСИЛОН 0К, АПСК, АК. Так, и вот этот ПК, возложенный по плоским формам. И это ваторные действия, давайте вытащим за знак коммутатора. Сумма ПК, К1, ЭПСИЛОН 0К, ЭПСИЛОН 0К, ЭПСИЛОН 0К, ЭПСИЛОН 0К. Ну и остается, значит, вот нам вычислить вот такой коммутатор. на фермерских операторах ображдение и уничтожение электродов К-состояния. Ну давайте еще мы делаем это действие. Давайте делаем это в явном виде. Пишем коммутатов. И начинаем первое составлять. Давайте, значит, вот этот оператор переставим сюда, а вот этот оператор переставим с этим. Вот первый член, что снимут. Так как это операторы фермерские, то они антикоммутируют. Значит, первый член станет А плюс А, АК, АК. Это то, что вы думаете, потому что в конце этого занятия спрашивают. Так, давайте второй член. так надо представить. Значит, во-первых, он при перестановке поменяет знак, но еще появится дополнительно дельта-символ такой перестановки, дельта АК, А1. Значит, минус дельта АК, А1 АК. Вот я напомню, А2 А плюс А1 АК, дельта АК. Вот антикоммунационные правила для фермерских операторов. Так, в результате, что вот эти два члена взаимно уничтожатся, остается результатом от А3 минус. Вот этот результат теперь надо взять и подставить вот в эту результат. После того, как мы подставим, мы снимем двойную сумму и мы можем записать коричневые два. Значит, H0 минус дельта АК, вы коммунировавшись резину в шайлергерском представлении, результат такой минус единица на уровне В, срубную по К, Эпсилу умножить за АК, дельта АК. Так. Значит, дальше что мы сделаем? Дальше теперь запишем производную. от оператора Эпсилу. Зажимаем в обкладках вот этот оператор, у нас следует вот так. минус ИВ, сумма по К, Эпсилу умножить К, АК, Э, Е и К, Р. Вот, значит, мы получили некое вооружение для производной планеты. Вот, букву, оператора поля частиц в случае не взаимодействующих частиц. с другой стороны, значит, мы можем разносать еще такие волосы. Давайте вот этот оператор в Газенбергском представлении разложим ряд по плоским уголам. коэффициенты разложения это тоже будут операторы, в СССР, в СССР, и в СССР, или с другой стороны, может еще и так. Ну и давайте вот от этого выложения возьмем вот мы тоже по времени. тогда мы получим другой вариант. Производная по времени здесь единица, корень из В, сумма по К, производная по времени вот этого члена, и в СССР. Вот другой вариант в заслужении в СССР. Вот другой вариант в СССР. в СССР. А? Так, ошибочка в СССР. В СССР. в СССР. Если мы теперь сравним два этих выражения, видно, следующее, сравним это и это выражение, мы видим, мы видим, что мы можем записать следующее равенство. в СССР. 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 Ну, получается, давайте Давайте рассматривать это как обычное дифференциальное волнение первого порядка. Ну а дифференциальное волнение первого порядка ищется подстановкой. Давайте, значит, искать вот эту вот подстановку. А, К, Е и З. Давайте возьмем, ищем такую вот подстановку и вот сюда. Если подставить сюда в таком виде, продифференцировать, мы получим следующее соотношение. Минус И, Е это от левой части по результате иориенцирования. А, К, Е и минус И, К, и от правой части минус. Ну, очевидно, значит, тогда следует вот этот неизвестный показатель экспонента, Е. И, следовательно, мы получаем такой результат. Мы получаем такой результат. Апилатово уничтожение числа... Апилатово уничтожение электрона в состоянии К для нецемодействующих электронов. Ну, а если мы нашли вот это выражение для... Давайте смотрим вот на результаты этого возложения. Подставляем вот сюда. И мы получаем уже окончательное выражение для оператора поля частиц в точке М. Операторо уничтожения и уничтожения. Значит, оператором уничтожения фермиона в точке М есть единица В. И оператором уничтожения фермиона электрона в точке М. Ну, будет комплекс эрмицово-сопроизводный к этому выражению. Значит, что значит эрмицово-сопроизводный? На операторе появляется пресс, а экспоненты берутся... Скорее, поможем, не знаками комплексов-сопроизводный. Вот эти две фугулки нам потом понадобятся в тазейке, в тазейке, в тазейке, в тазейке, в тазейке. Так, ну, напишите, давайте-ка я назову это параграфом 3. Представление взаимодействия. Представление взаимодействия. Представление взаимодействия. Сейчас мы говорили до сих пор только о двух представлениях. В Шрёнингеровском и Гайзенберговском. В Шрёнингеровском представление оператора от времени не зависит, зависит от времени волновая функция. от времени не зависит, а волновая функция от времени не зависящая. Есть ещё третье представление, промежуточное между этими двумя. Представление взаимодействия. Которые лежат в основе диаграммной техники функции Грина. Для этого давайте сделаем так. Полный гамильтониан системы разобьём на две части. Нулевой гамильтониан, то есть гамильтониан невзаимодействующих частиц, и гамильтониан, описывающий взаимодействие между частицами. Значит, H0 гамильтониан невзаимодействующих частиц, генетическая энергия всего-навсего, с учётом, конечно, принципа Плавы. И, если у меня взаимодействие между частицами. Ну, пропасно, как правило. В Шрёнингеровском представлении у нас было, что волновая функция Шрёнингеровского представления парковой механики, она получалась так. Волновая функция какого-то какого-то отчального момента во времени, где она не зависела, или Грисенберговская функция. Значит, это Шрёнингеровская, это Грисенберговская. Давайте определим волновую функцию в представлении взаимодействия следующее образом. Определение. Давайте их будем называть волновой функцией в представлении взаимодействия в следующую вещь. Подействуем вот такой откладкой экспоненциальным оператором, содержащим только нулевой гагальтониан на волновой функцию Шрёнингеровского представления. И, вспоминая этот формул, значит, это EIH0D, E-IHT, EIH1D. Вот здесь я ставлю индексы, ну это просто сокращение интеррекшн. Ну что означает, что это? Волновая функция в представлении взаимодействия. Ну вот это, как мы выражаем волновую функцию в представлении взаимодействия через Грисенберговскую и обратное естественное соотношение ПИАТЕ есть. Ну, еще раз подчеркиваю, что вот, когда я пришел на эти экспоненты рядышком, то показатели экспонента объединять нельзя, потому что H0 и полный границ, хотя в общем случае не будет. Давайте вот эту волновую функцию в представлении взаимодействия против инфляцирования Бога в реальные дни. Давайте вот эту волновую функцию будем инфляцировать в реальные дни и посмотрим, к чему проведет наш результат. Единит D. Ну, для удобства я спереди написал на нему единицу, я не помню себя, удобные результаты покрасили. Деталицируем по времени. Значит, И, Д, О, Д, Т. Вот. Ага. Давайте я напишу еще какие-нибудь скобки, другие и квадратные, чтобы я не подумал, что это круто. Дифференцируем по частям. Дифференцируем экспоненту, это дает минус H0, E и H0, T. И дифференцируем теперь вот эту функцию, E и H0, T и D, O, D, 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 D. Так, давайте вспомним. Вот это что у нас? Это сама по себе волновая функция выставления и взаимодействия. Зачем? Первый член мы переписываем так. Выставление взаимодействия. Так, вот с вот третьим членом экспоненту переписываем и вспоминаем, что для волновой функции в Шрёдингерском представлении есть уравнение Шрёдингера и D, D, T, 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 H, T, T. Значит, вот всю эту штуку заменяем просто на H. И давайте сделаем вот что еще, H, представим сразу в виде суммы H0 плюс уменьшаемое взаимодействие. Что можно сделать теперь с вот этими членами? Вот это H0, мы перекоммутируем все цены экспоненциальной отклады, это можно делать, потому что здесь стоит один тот же оператор. Значит будет плюс H0, дальше будет вот эта откладка и шреддингеровская восставка, волновая функция, это значит впереди опять. Так, плюс такой вот эти два члена взаимного уничтожатся, остается только хвост. Ну и давайте вот это выражение оставшиеся, я пишу так. Выразим волновую функцию представления Шреддингера через волновую функцию представления взаимодействия. Вот мы откуда начали, вот куда мы пришли, мы получили следующее форму. Значит, ИТ, 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 ОТТ. Значит, как описывается временная эволюция волновой функции представления взаимодействия? На нее действует некий оператор, зависящий от времени, и вот этот оператор, зависящий от времени, давайте назовем оператором. Представление взаимодействие взаимодействие взаимодействия, это есть вот такая вещь. Представление взаимодействие 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 взаимодействия. То есть берем эмитониан Шреддингера в своем представлении и заживаемся со вкладками, содержащими эмитониан, где взаимодействующие части. То есть формально вот наше вот это ображение выглядит, очень выглядит, похожим на вот оператор, чтобы это было меньше, никакого размера. ИТ, ИД, ОТТ, А. ИТ, ОТТ, А. Ну и любой оператор, здесь мы ввели представление взаимодействия для габельтонианного взаимодействия, а это представление вообще в принципе существует для любого оператора. Для любого оператора. Пусть какой-то у нас есть оператор F воевольный в швене на мирском представлении, тогда этот же оператор представлений взаимодействия будет применяться как F. Вот такое определение оператора Ленина Вадимовича. Ну и давайте еще напишем уравнение, движение для какого-то поисбольного оператора в этом представлении. Давайте напишем уравнение движения. Дифференцируем по времени. Так, значит, это диперенцирование по времени вот такой формы комбинации. То есть от времени зависит тогда экспоненциальная обкладка. Ну, если продиференцировать сперва вот эту обкладку, потом вторую, то мы увидим, что это будет равняться H0 на оператор представлений взаимодействия. Опять-таки, поскольку сам оператор содержит обкладку недоперевеличенное, это может написать H. H0 на оператор представлений взаимодействия. Любой из разных представлений взаимодействия имеет формально тот же вид, что и при немеркостном представлении, но только в качестве экспоненциальных обкладок употребляется обкладка с геменериалом невзаимодействующих частей. Волновая функция представлений взаимодействия формально похожа на уравнение эволюции для волновой функции представлений Шрёдингера. Формально похожа на уравнение представлений взаимодействия. Формально похожа на уравнение Шрёдингера, но только там стоит геменериал взаимодействия, а не полный геменериал. Давайте решим задачу, давайте определим в явном виде, в явном виде, как зависит волновая функция представлений взаимодействия от рееми эдит. Попробуем решить задачу. Значит, я напоминаю и d, 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 d. Вот надо попробовать решить это уравнение в явном виде как-то. И проблема-то состоит в том, что если мы будем брать вот эти операторы взаимодействия в разный момент времени, они между собой не коммутируют. Ну, помните, я вам показывал, что когда рассматривали резидентское представление, операторы удовлетворяют коммутационным соотношениям, когда они берутся в один тот же момент времени. Ну, мы давайте вот эту проблему обойдем так. Перейдем от дифференциального уравнения к интегральному уравнению. Давайте назначим дифференциальное уравнение. Следующий момент. И давайте проведем интегрирование по времени t от какого-то начального момента d0 до t. Проинтегрирование в обе части этого уравнения. Левая часть даст волновую функцию в момент времени t минус волновую функцию в момент времени t0. Уже эту часть перейдем вот сюда. Так, и интегрирование от t0. Вот нам надо решать вот это интегральное уравнение. Ну, давайте мы сделаем просто вот это интегрирование. Вот это волновую функцию формально представим в виде некого ряда. Представим себе, что каждый член ряда содержит в себе габетариан взаимодействия в некоторой степени. Значит, то есть, давайте представим так, что вот волновая функция, есть волновая функция, которая содержит 0 габетариан взаимодействия. Ну, вот будем писать формально так. Ну, 1 на раз габетариан взаимодействия. Н на раз габетариан взаимодействия. То есть, то, что вот это стоит в скобочках, n на раз габетариан взаимодействия взаимодействия. Это не показатель степени, но в какой степени, да, это показатель степени, в общем, сколько раз габетариан взаимодействия в нашем выражении. И начнем решать вот это интегральное уравнение примитивным методом итерации. Давайте, я буду писать нулевой член, нулевая итерация. Вот так, скобку. В качестве нулевой итерации возьмем вот это член. Он ни вазу, ни содержит габетариан взаимодействия. Это нулевая итерация. Ф и Р. Что делаем дальше? Первая итерация. Вот так условно, значит, первая итерация. Беру результат нулевой итерации представляю сюда, значит, результат первой итерации. Вот это номер итерации. Единичка с номером итерации. Значит, т, 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 т. Т, 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 т. Подставляем результат нулевой итерации. Т, 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 т. Значит, нулевая итерация, это у нас равновая функция, это у нас начальный момент времени, значит, это еще раз. Так. Так, потом постепенно есть D4, конечно. Ну и теперь, что мы можем сказать? Вот если глядеть на это выражение, то поправка, содержащая эмитамиан взаимодействия 1 раз, она вот получается сумма и, значит, F1 раз, F есть минус DT0T, HMTFMT4, FIT0DT4. Ну, значит, поскольку этот член не интегрируется, значит, это минус DT0T, давайте так представим в более явном виде, что у нас интегрируется на F3, умножить на F1T0. Теперь делаем вторую итерацию нашей процедуры. Давайте начнем траховую. Вторая итерация, условно. Вторая итерация, значит, мы берем наше интегральное обновление и под интеграл, подставляем результат первой итерации. результат первой итерации, значит, результат первой итерации, это F1 и T1 DT1. Ну, давайте в явном виде теперь запишем результат первой итерации. наше интегральное обновление. Так, получается F3 и T0. подставляем минус DT1 значит, подставляем подставляем первую итерацию F1 и T0 и минус DT1 Т0, Т1. Так, ну теперь уже у нас результат так. Поправка первого порядка по взаимодействию. И поправка второго порядка по взаимодействию. Плюс, минус, и в квадрате. Теперь уже 2 интеграла. Музыка. Ну, теперь не трудно видеть, что член, содержащий два раза взаимодействия, поправка значит то, что в нашем ряду вначале называли n2 и t, она выглядит так. Так, минус июшку два раза, t0, t, h-intervention, t1, 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 h-intervention, t2, t2. И вот если эту процедуру продолжать, вы видите, значит, выражение так, простите, я вот здесь что-то написал. Ну, очевидно, по индукции мы можем написать любую поправку, содержащую n раз взаимодействие. Ну, и будет здесь следующий, но потом поправка n-ного повязка, будет n, есть минус i в степени n, ну и будет n-интеграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше идут поправки третьего и четвертого порядка. Значит, поправка второго порядка, мы сейчас ее выпишем, мы записали таким образом. Поправка второго порядка, DimaTorzok минус I, вот такая компактная затость Dt, D1 от D0 до T, Dt2, а дальше стоит хронологическое произведение. Дальше у нас стоит поправка третьего порядка, который содержит три ремидридиана взаимодействия. Мы выписали одиноваться результат, там стоят три инстеграла с разными пределами. Там есть переменные D1, D2, D3. Нажимать на шею не делиться. Да? На шею будет умножаться, и единица на шесть получается. Часов перестановлено. Да, да, да. Следующий будет три факториала, шесть. В четвертом порядке будет минус, и четвертая степень на четыре факториала. В общем, дальше будет минус I в кубе три факториала. Темпы произведения трех оперативных взаимодействий. Ну, как в этом можно убедиться? Вот если взять исходное соотношение, где написал с косыми левыми пределами, и там у нас D1, D2, D3, и провести всевозможные взаимные, ну, скажем, допустим, поменять Т1 и Т2 между собой. Это D3 оставить. Потом, допустим, Т1 поменять с Т3, Т2 оставить. Все это будут одинаковые подбуждения. Получится шесть комбинаций. Все. Потом я лишь нашелся. Потом убеждаюсь, что вот все, при таких перестановках у вас происходит хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Ну, делал я такое. Взяли попыслов, в общем, поверяю тебе, что это истории. Ну, и, наконец, член Н-ного порядка, вот в этом гамильтониане, в нашем бесконечном операторном ряду, будет написано, что так. Член Н-ного порядка. Давайте я сейчас выпишу ряд, значит, вот это ТС, Т, Т0, минус единица, минус и, ну, давайте формально поставим упоры точения Т, когда, когда импульс только у нас один, оператор нашим интервеншем, и, ну, давай, один. Член второго порядка, что я вот сейчас не исполняю, Плюс, плюс, и, ну, си, надо было повторял, Т, 0, Т, 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 так, напишу для общности член Н-ного порядка, это будет минус и в степени n делить на n н интеграла от d1 до d2 dn все интегралы в одних и тех же путевах дальше стоит повредиведение ответовое изведение n гамильтегиана взаимодействие n гамильтегиана дальше последующие члены ну и нетрудно сообразить что у нас здесь на самом деле написано разложение экспоненты все вместе если то это будет t произведение вот в такие экспоненты и то есть формально мы задачу нашу решили мы получили мы получили что волновая функция для момента времени t в представлении взаимодействия получается из волновой функции в любой момент времени с помощью вот такого показателя где значит вот этот деканат есть t произведение кондента m t m t m t m t m m t m t m m ну и теперь для дальнейшего нам надо поговорить немножко о свойствах вот этой S-матрицы. S-матрица это оператор, и поскольку он строится из операторов гамильтонианного взаимодействия, они унитарные, то и сама S-матрица она тоже унитарна, условия унитарности в S-матрице записываются так, значит это означает, что если мы возьмем орбитовое сопряжение от S-матрицы, то это будет оператор оператора матрика с матрицей, условия орбитности. Ну и теперь давайте просто выпишем некоторые свойства из матрицы, которые нам понадобятся для дальнейших доказательств. Ну первое самое свойство, примите, дезинтарное. Так, если S-матрица берется между одинаковыми моментами времени на единичка, потому что получается S-матрица 0, S-матрица 0, S-матрица 0, S-матрица 0. И единичка. Второе, можно сказать, что если мы ведем промежуточное разбиение, вот интервалы интегрирования от T0 до какого-то другого, значит мы можем написать обоиск быстро, S-T2-T1, S-T1-T0, S-T2-T0. Поэтому вот эта промежуточная точка берется в интервале между T2 и T1. Так, вот значит, T0, T2. Важное свойство. Так, давайте сделаем следующую вещь. Вот, возьмем вот это соотношение скобки и подвергнем его эрмитровому соотношению. Значит, S-T2-T1 умноженное на S-T1-T0. Берем интеграцию эрмитрового сопряжения от левой части и от правой части. Так, значит, что мы тут сделаем? Левая часть. Операция эрмитрового сопряжения над произведением операторов – это революция, когда вверхи становятся внизу, а вверхи становятся вверху. Вернее, всегда самые последние становятся самыми первыми, то есть полностью порядок меняется. С-T1-T0, S-T2-T1. Так, а справа? Давайте воспользуемся вот этим свойством эрмитровости. С-T1, значит, это будет S-T2-T2. Ну и давайте здесь тоже, вот в этих членах, воспользуемся условием эрмитровости. И мы получим, получим следующий результат. Значит, мы, вот если здесь тоже поменяем на обратную матрицу, получим S-1, T0, S-1, T2 на T1, равняется S-1, T2, T0. Тоже важное сопряжение мы видим. Так, ну ладно. Давайте сделаем еще одно важное предположение для дальнейшего. Предположим, что наше взаимодействие... Так. А, пожалуйста. Давайте сделаем предположение, что наше взаимодействие готово и зависит от времени. Если время, вот это... Устремить... Ну... Если момент времени минус бесконечности, он выключается. И агеопатический включается только, начиная с этого бесконечного момента времени. То есть будем считать, что H-interaction test, при тест, стремящемся к минус бесконечности, обращается в ноль. Ну и поглядим теперь на уравнение для волновой функции, которое мы исходно писали для нашего волновой функции взаимодействия. Итак, я напоминаю, что D, F-I-T, 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 F-I-T. Давайте вот в этом уравнении устраняющейся к минус бесконечности. Тогда что мы будем переход иметь? 0, умноженная на F-I-T, 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 F-I-T и F-I-T-I-T, F-I-T, F-I-T. А это значит, что бесконечно далекий момент времени, бесконечно далекий момент времени, волновая функция в представлении взаимодействия от времени независела. То есть f и vt, равняющаяся к минусе стоимости, была постоянной величиной. То есть была функция независимая от времени. А значит, тогда мы можем постоять независимой от времени, и это функция в газетбергском установлении. Значит, отсюда делайте прозвольную. Следовательно, если врач волновую функцию в представлении взаимодействия для какого-то конечного времени, то она может быть получена из функции в бесконечно далеком времени следующим образом. Валновая функция в моменте времени t, это и есть s-магрица, которая действует от минус бесконечности до t, а вот здесь ты предъявляешься к функции. Ну и в физике условия писать, когда вы схватываете в нижний предел минус бесконечности, не просто это опускать тождественно, а просто тождественно обозначать как s-a-t. Вот такое вот тождественное обозначение. Вот вы написали некое операторное соотношение между волновыми функциями. Вы написали связь между волновой функцией в представлении взаимодействия и в обозначение и в обозной функции в представлении взаимодействия. Ну а остальные давайте соотношения пишем в том, где я делал.